Сестры, в нашем возлюбленном Господе Иисусе Христе, Слава Ему за Него Самого. По Его благодати мы сегодня здесь, в церкви, это Его тело, а мы члены этого тела. Слава Богу. Господь дал человеку жизнь, но Он не снял ответственности человека за его будущее. Каждый человек ответственен за свою судьбу. И вот в послании апостола Павла к Коринфянам есть один такой стих, который, можно сказать, он охватывает всю Библию. Все священное писание, от бытия до откровения. И этот стих можно выразить так. Все мне позволительно, но не все полезно. Это первое послание к Коринфянам 10.23. Я думаю, что Павел получил от Господа первое такое слово. Это мои домыслы. То есть, Бог сказал ему, Павел, все тебе позволительно, но не все тебе полезно. И к нам также сегодня обращение это. Братья и сестры, все вам позволительно, но не все полезно. И вот с самых первых слов, сказанных Богом, Адаму и Еве, мы с вами видим, как Господь предоставляет им выбор. Прежде объяснив, какие последствия принесет их выбор. В том или ином направлении. Как сказано в Бытие 2.16.17. И заповедал Господь Бог человеку. От всякого дерева в саду ты будешь есть. От дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Через Моисея Бог сказал немножко по-другому. Но смысл остался тот же. Как записано во Второзаконии 30.19. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вы видите, да, сходство, выбор, право выбора. Адаму и Еве право выбора, дерево познания добра и зла, или дерево жизни. И здесь народу Божьему жизнь или смерть, благословение или проклятие. Сам Иисус Христос повторяет тот же самый смысл, но немного другими словами. Как записано у Матфея 7.13.14. Входите тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущая в погибель. И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. И немногие находят их. И немногие находят их выбор. В Откровении Иисуса Христа апостол Иоанн слышит опять тот же смысл. В обращении к церквям, как записано в Откровении 3.5, Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени Его из книги жизни. И исповедую имя Его перед Отцом Моим. И перед ангелами Его. Побеждающий. В основании существования человека как личности Бог вложил в свободную волю. И она заключается в том, что перед человеком действительно все открыто. И это видно из того, что в раю было два типа деревьев. Это деревья, несущие жизнь. И дерево, несущее смерть. И эти все деревья абсолютно, они были доступны для человека. Именно в этом и заключается свободная воля. Если бы Бог как-то сокрыл дерево познания добра и зла, не было бы человеку доступа до Него, то человеку нечего было бы выбирать. Свободная воля не может существовать там, где нет права выбора. Но наш Господь настолько любит нас, что Он не просто однажды сказал, что есть добро, а что есть зло для человека. А дальше можете жить, как хотите. Но нет, Его любовь настолько велика, что Он постоянно напоминал, в прошлом напоминает сейчас и будет напоминать до скончания этого века. В чем заключается добро, что есть добро для человека и что есть зло для него. И что есть зло для человека. Итак, Он говорит, избери жизнь, дабы в будущем жил ты. Он говорит, входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь будущую, и немногие находят их. Он говорит, побеждайся сейчас, будет облечен в белой одежде. Этот простой, но очень ценный выбор открывается, опять же таки, в послании апостола Павла. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Другими словами, все открыто, весь мир перед нами. Как и у Адама был доступ к двум деревьям. Дереву жизни и дереву смерти. Точно так же, все, к чему сегодня человек имеет доступ, можно поделить на две категории. К жизни и к смерти. Все мне доступно. Много путей лежит передо мной. И все они абсолютно делятся на эти две категории. Но самое главное в выборе пути, это не смотреть на то, как этот путь выглядит. Насколько он удобный или неудобный. Приятный или неприятный. Легкий, красивый или трудный. Спокойный или тревожный. Это абсолютно все не важно. Важно в пути это то, куда он ведет. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Принесет ли этот путь в конце какую-либо пользу для человека? Или только навредит ему? Совсем не важно, как выглядит путь. Важно, куда он ведет. Отличается ли наш с вами сегодняшний выбор от выбора, который был у Адама? Отличается ли этот выбор от выбора, который был предложен народу израильскому Моисея? Отличается ли от выбора тех, кто слушал непосредственно Слово Иисуса Христа? У нас, как и живущих прежде, всегда остается одинаковый выбор. От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Как мы видим с вами из Писания, Господь Бог насильно никого не заставлял выбирать путь, который ведет жизнь вечную. Он всегда только предлагал. Человек должен использовать свою свободную волю, чтобы самому сделать этот выбор. Как было сказано в начале, каждый ответственен за свою судьбу. И этот выбор должен быть абсолютно четким. Или человек избирает одно или другое. Никого нельзя насильно затолкать в спасение. В Царство Небесное идут только добровольцы. Но, как сказано, оно берется усилием и даже насилием над собой. Абсолютно верным выбором человека может быть лишь один. Этот выбор единственный. Это выбор воли Божьей для себя. Чтобы больше не жить по собственной воле, но по воле Бога. как и сказал сам Иисус у Луки 22, 42. Не моя воля, но Твоя добудет. Прежде всего, это должно быть сделано абсолютно сознательно. Искренне и своевольно. но даже тогда, когда человек соглашается жить по воле Божьей, и когда воля Божья открывается для него, как он и просил, все равно перед ним встает выбор. Исполнить ее или нет. И он свободной волей делает этот выбор. Абсолютно важно понимать, какова воля для человека является свободной. Когда она является свободной? Есть такие люди, которые рассуждают следующим образом. Они говорят, что в Боге никакой нет свободной воли. То нельзя, это нельзя. То запрещено, это запрещено. Как мы можем здесь выбирать? А вот в мире все разрешено, все доступно. Такой широкий выбор. То есть у людей в этом мире действительно свободная воля. И они могут воспользоваться свободной волей, как они хотят. но мы должны понимать, что эти рассуждения обманчивы и ложны. И во всей истории человечества только у троих людей была действительно свободная воля от рождения. Это у Адама и Евы и у Иисуса Христа. Все остальное человечество было рождено во грехе. И мы знаем, что с самого детства воля человека заражена грехом. Адам с Евой они были созданы Богом в чистоте, в святости. И до грехов падения их воля была абсолютно свободной. но они использовали ее однажды, чтобы выбрать дерево смерти. После чего их воля была заражена и поражена грехом. И этот грех, он действует как оккупационная власть. Если грех властвует над волей человека, человек уже не может противиться. И даже если не хочет, и понимает умом, что есть зло, но не может не совершать его, так как его воля уже управляет грехом. У него нет свободной воли. Его воля не свободна делать свой выбор. И у людей, живущих в этой мире нет свободной воли. Это просто обман, это иллюзия, которую преподносит сатана, показывая, что они могут делать все, что хотят. На самом деле, они могут выбирать только зло, даже если оно выглядит для них как добро. Как сказано в послании Коринфянам, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Это 2 Коринфянам 3.17. Но это не значит, что если человек зашел туда, где молятся, поклоняются Богу, где происходит служение, он вошел в свободу, в присутствии Бога можно получить свободу. От Духа Божьего нужно родиться. То есть, он должен быть внутри человека, чтобы освободить его волю от порабощения грехом. И только тогда человек сможет узнать, что такое настоящая свобода. Мы знаем, что не грешит только тот, кто рожден от Духа Божьего. Со времен грехопадения не было никакой надежды у человечества на освобождение воли. Человечество было обречено на порабощение грехом. И на вечную борьбу с Ним. Но Иисус Христос, победив грех ад и смерть на кресте, принес победу над грехом для человеческой воли. Как и предупреждал Бог Отец через пророка Исаию, говоря о спасении, которое принесет Мессия, как записано в Луки 4,18, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, отпустить измученных на свободу. Вы знаете, мучаются те, кто действительно осознает, что их воля скована какой-то великой силой. И они даже могут не подозревать, что это за сила. И эта сила ведет их по широкому пути, ведущую в смерть вечную. Только Иисус Христос может даровать свободу воли человека. И только в Нем человек и Его воля, которую каждый имеет, могут быть свободны, действительно свободны, чтобы выбирать между злом и добром. Апостол Павел, обращаясь к Галатам, говорит следующее. Галатам 5.13 К свободе призваны вы братья. И ключевым словом здесь является слово призваны. То есть свободу никто не тянет. В нее никто не заталкивает. В нее никто не заманивает. В свободу можно только призывать. И зайти в нее можно добровольно. Но кто действительно может оценить свободу? Только тот, кто был порабощен грехом. И тот, кто мучился от этого. Вот поэтому Иисус сказал фарисеям. Как записано у Матфея 21.31 Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут Царством Божьим. Потому что действительно те, кто познал рабство греха, спешит выйти на свободу. Но подумайте сами. Неужели нужно стать рабом греха, чтобы впоследствии обрести свободу? И к сожалению многие, в основном это молодые люди, они так искушаемы этим миром, что даже не хотят видеть, что широкий путь, на котором все дозволено, ведет их в рабство, оккупацию их воли. Сегодня есть те, кто еще в свободе, но глаза их уже к сожалению направлены в рабство. Жалко тех, кто ослеплен иллюзией мира. Итак, не избирайте путь, по которому легко и удобно идти. но избирайте путь в зависимости от того, куда он приводит. Ибо все мне позволительно, но не все полезно. А все, что полезно человеку, записано в Слове Божьем, которое нам с вами необходимо знать, вникать в Него и сравнивать свою жизнь с Ним. будьте благословенны, дорогие. И да поможет нам Господь всегда делать правильный выбор. о поступ с не black а или л